Всем привет! Сегодня мы едем... Мы запускаем вертолет! Куда мы решили? Спортивное место! Это возле водопада, да? Мы приехали к Валькике и сейчас направляемся в порт. Да, Иртанчик? Наконец-то сбудется его мечта. Он целую неделю ждал. У нас дожди шли. Он неделю ждал, чтобы мы смогли запустить. Да и времени не было, потому что учебная неделя была. Да, Иртанушка? Да. И непонятно, сколько ждал. Только дома запускали. Посмотрите, написано было, не запускается дома. Об стенки стукаются. Но оказалось, да. Я как-то читала, что один взрослый мужчина написал, что я попробовал дома запустить. И стукнулся пару раз об стенки вертолет. И все на этом. Я испугалась, думаю, игрушка очень даже не дешевая. Поэтому мы дома сначала не запускали. Потом смотрим, дожди идут. Мы все-таки попытались, потому что терпения, конечно, у ребенка ждать несколько дней просто уже не хватило. Запустили ничего. Очень крепкая игрушка оказалась. И об стенке стукнула. И к потолку зависла. Еще обошла, только не стукнулась. И живая до сих пор. А еще самое смешное. У нас там на потолке крутился фелец. И он там так завис. Да, к потолку крутился. Пока мы еще не научились управлять, он просто завис у потолка. Папа ставил табуретку, залазил, снимал его. Потому что мы не знали. Иртан держал. То есть мы не знали, как его опустить. А было страшно просто отпустить этот культ управления, отпустить эту кнопочку. Потому что мы думали, что он упадет и разобьется. Ну, в принципе, так и могло было быть. Вот это вверх-вниз. Это вверх всегда летает. Это всегда презентация. Тут это, чтобы всегда включилась на королюшку. Идем в порт. И объяснение Иртан продолжит уже там. С полной демонстрацией самого процесса, как это все происходит. Мы уже совсем близки к цели. Иртан бежит быстрее, быстрее вперед. Говорит, наконец-то дождался. Говорит, ущипни меня. Он так долго ждал эту игрушку. КОНЧЕМСКИЙ КОНЧЕСКАЯ ОСБЕРА ТИГБАeste. Ну что, Арканчик, наигрался? Да. Зарядка не вовремя. Не вовремя кончилась зарядка. Слабенькая. Ненадолго хватает, поэтому мы сейчас идем в Бомьяджи, где натуральное мороженое. Мороженое мы кушать не будем. Мы попьем салеп и зарядим вертолет. Зарядка у нас с собой. Мы пришли, и мы идем за салепом. И какие у нас новости, вы представляете? Я, кстати, никогда не думала, что будут такие изменения. Бомьяджи закрывается. Вернее, они уже и так закрылись. Но они не просто закрываются, они переезжают. Они закрываются на время. И в марте сказали на улице 25 метров. Они откроются снова. Я взяла телефон и позвоню мне, сообщат, где и когда. Буду узнавать и буду держать вас в курсе. Спросила у него, говорю, пришла к вам салеп попить. Подскажите, где здесь можно попить хороший салеп? Он говорит, нигде не пей. Потому что очень мало кто делает из натурального салепа, а делают из риса, из рисовой муки. И ближайшее наше известное место, где поблизости мы можем, далеко не отходя от порта, зарядить вертолёт. Это из Келесофросы. Любимый наш ресторан. Все небюджетный, совсем небюджетный, но с очень-очень вкусной кухней. Очень классный ресторан. Нарова! Мы выбрали столик с шикарным видом. Вот сюда мы собираемся опуститься. Я сегодня с рюкзаком-трансформером. Это очень удобно. Он мне трансформируется в маленькую сумочку. Сейчас у нас там эртанина куртка и жилетка. Вечером мы оденем. И рюкзака не станет. Это будет маленькая сумочка. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И вот во что превратился мой рюкзачок, вот в такую вот сумочку, очень удобно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok